15 способов избавиться от икоты Если вы часто страдаете от приступов икоты, то проблему нужно решать. Виной всему блуждающий нерв. К счастью, вылечить икоту легко. Есть множество простых и доступных средств. Первое. Съешьте чайную ложку сахара так, чтобы сахар попал на основание языка. Второе. Вставьте пальцы в уши. Тот же блуждающий нерв касается слуховой системы. Третье. Полощите горло водой столько времени, сколько потребуется для прерывания икоты. Четвертое. Подышите в бумажный пакет. Только недолго, а то в обморок упадете. Чтобы отвлечь нервную систему, она бросится избавляться от повышенного уровня углекислого газа. Пятое. Съешьте большую ложку арахисового масла. Живание липкой субстанции должно нормализовать дыхание так, чтобы икота прошла. Шестое. Съешьте ложку какао-порошка. Это не так уж легко, но икота должна прекратиться. Седьмое. Накройте бумажный стакан с водой бумажным полотенцем и постарайтесь выпить воду через него. Вам придется сильнее тянуть жидкость диафрагмы, поэтому дыхание нормализуется. Восьмое. Поддержитесь за язык, чтобы стимулировать отверстие между голосовыми связками. Вы начнете дышать ровнее. Девятое. Выпейте чайную ложку уксуса, если можете. Сок лимона даст тот же эффект. Десятое. Возьмитесь рукой за дверной косяк и резко наклонитесь вперед. Одиннадцатое. Некоторые люди утверждают, что от икоты можно отвлечься усилием воли. Так что займите ум сложной задачей. Например, прочитайте алфавит в обратном порядке. Двенадцатое. Быстро сделайте несколько глотков воды. Ритмические сокращения пищевода устранят спазмы. Двенадцатое. Попытайтесь пить воду с противоположной стороны стакана, то есть изнутри. Это сложнее. Вам придется наклонить голову совсем по-другому, и икота пройдет. Четырнадцатое. Испугайтесь. Проверенная временем тактика. На самом деле это просто еще одна форма психического отвлечения. Пятнадцатое. И, наконец, от икоты избавляет долгий страстный поцелуй. Только постарайтесь не икнуть до него, а то охота целоваться пропадет. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, целуйтесь. До встречи.